Маткульт привет всем, друзья! Это честный рекламный ролик. И рекламируем мы друзей с Фистеха. Они нас попросили прорекламировать Олимпиаду. Называется она Олимпиада ЛФИ по фундаментальной и прикладной физике. Но на самом деле там есть математический тур. Значит, первый математический тур, второй теоретический тур, третий экспериментальный тур и четвертый аналитический тур. Ну и, соответственно, по ссылке регистрироваться и так далее. А мне хочется показать две задачи предыдущего года. Потому что они вызвали у меня, ну, скажем так, затруднения. В том смысле, что за одну секунду ни ту, ни другую я не решил. А думал я над каждой ровно одну секунду. Первая задача, над которой я думал ровно одну секунду, заключается в том, что на вступительный тур пришел 2021 чел. Вот. И оказалось, что никакие три не образуют крику, как говорим мы, математики. То есть никакие три не знакомы между собой попарно. Вопрос. Какое максимальное количество пар знакомых может быть? Ну, конечно, Андрей Михайлович Рогородский сразу бы ответил. Потому что это его графы. Ну, а у меня склероз. Я думаю, что я сто раз решал эту задачу. Поэтому я, значит, не помня решение, подумал, что как может выглядеть граф без треугольников, да? В котором как можно больше рёбер. Ну, понятно. Собрал одну кучу всех. И в другую кучу тоже всех. И кучи эти, например, здесь 7 человек, а здесь иен. Ну, так как сумма 2021, то, соответственно, вот. Ну, и теперь будем считать, что вот это как бы мальчики, а это как бы девочки. Между собой мальчики с девочками вообще... То есть, извините, между собой мальчики никто никого не знает вообще. Они просто из разных деревень. И девчонки тоже из разных деревень. То есть, ни мальчики друг с другом не знакомы, ни девочки. Но они до этого ввели активнейшую переписку. Поэтому каждый мальчик знаком с каждой девочкой. Вот. Ну, и получается у меня, что все вот эти вот рёбра, да? Вот столько получается рёбер. Мне гарантированно, если я выберу m, как хочу, я могу это число увеличить, понятно, до значения. Когда эти группы примерно равны. В этой точке будет достигаться максимум. И мой ответ, соответственно, будет равен 1011 умножить на 1010. И ставлю знак вопроса. Потому что в данный момент доказать, что большее количество рёбер нельзя сунуть без треугольников, я не могу. Ну, а то, что здесь треугольников нет, очевидно. Потому что в любом треугольнике либо два мальчика, либо два девочки. Два девочки. Две девочки. Они, соответственно, не будут знакомы. Вот. Так что вот это я смог добиться за отведённую мне секунду. А вторую секунду я потратил на задачу ещё одну. Где формулируется, что 5а квадрат плюс а равно 4b квадрат плюс b. И что а и b натуральные. То есть, как в школе считается, соответственно, не с нуля, а с единицы. Целые положительные числа. Нужно доказать, блин, что b минус а это полный квадрат. Это вот полный вообще квадрат. Настал полный квадрат его. Ну, я тоже думал одну секунду. За одну секунду я ничего умнее, чем а квадрат оставить с этой стороны, а всё остальное отправить направо. Не придумал. Это мне даст b минус а плюс 4b квадрат минус 4а квадрат. То есть, даст мне b минус а за скобку. А в скобке, соответственно, b минус а за скобку. А в скобке остаётся 4а плюс 4b плюс 1. И это равно а квадрат. Ну, как бы это вам выразиться-то помягче. Если бы я теперь не сомневался в том, что вот это и это взаимно простое, то всё было бы готово. Потому что квадрат равен произведению двух взаимно простых. И значит, каждый из них квадрат. b минус а равен альфа квадрат. Если доказать, если доказать, что нод b минус а и 4а плюс 4b плюс 1 равен единицу. За выделенную секунду я сделать это не успел. Но, возможно, здесь делается всё за минуту. К чему всех и призываю. Решайте эти задачи, выкладывайте в комментариях решения. Просто так. В качестве подготовки к Олимпиаде ЛФИ. На которую я ещё раз всех зову. По ссылке заходите. Участвуйте. Побеждайте. Получайте кучу там всяких баллов при поступлении. Маткульт, привет!